Всех приветствую! Продолжаем знакомиться с работами художников и их автобиографии. Фредерик Артур Бриджмен. Американский художник-ориенталист. Родился 10 ноября 1847 года. Отец Фредерика был родом из штата Массачусетс, работал странствующим врачом. Он умер, когда Фредерику было 3 года. После чего мать увезла будущего художника с братом в Бостон, столицу штата Массачусетс, так как опасалась нарастания конфликта между севером и югом. Вскоре они перебрались в Нью-Йорк, где Фредерик становится учеником гравера. Но, несмотря на успехи в карьере гравера, он начал уделять больше времени живописи, посещая вечерние занятия сначала в Бруклинской ассоциации искусств, а затем в Национальной академии дизайна. В 1865 и 1866 годах выставлял свои работы в этой ассоциации. В 1866 году при финансовой поддержке бруклинских бизнесменов он отправился во Францию. Осенью поступает в студию Жана Леона Жерома. Вскоре его работы выставляются на парижских салонах. Зиму 1872-1873 годов провел в Испании и Алжире. Работы, созданные за этот период, с большим успехом были выставлены в салоне 1873 года. И в результате художник, следующей зимой, снова посетил Северную Африку, на этот раз Египет, совместно с Чарльзом, с парком Пирсом. Рисует фрагменты уличной жизни, Каира, памятники исламской культуры, а также сюжеты по мотивам его путешествия вверх по Нилу, которое длилось 3,5 месяца. Пик его карьеры пришелся на 1881 год, когда была проведена его персональная выставка в American Art Gallery, на которой было представлено более 300 его работ. После этого Бриджман был избран членом Национальной академии дизайна. Зимой 1885-1886 годов он возвращается в Алжир вместе с женой, не только для работы, но и для того, чтобы поправить здоровье жены, в которых страдала наследственная неврологическая болезнь. В 1901 году его жена Флоренс умирает. Спустя 3 года он женится снова на Марте и Егер. В 1907 году его достаивают в Орден Почетного Легиона. После Первой мировой войны его популярность снизилась, и он перебрался в Нормандию, где продолжил занятия живописью вплоть до своей смерти. В 1928 году. Вот так вкратце из переводной в Википедию в американском художнике-ориенталисте Фредерик Артур Бриджман. Пока-пока, до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok